10 ноября под председательством главы Десногорска Андрея Шубина прошло плановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. За минувшую неделю в Десногорске 93 новых случая ковида. Итого 773 нарастающим итогом. Стремительное распространение инфекции вынуждает МСЧ города оперативно реагировать на новые условия. Сейчас у нас в медсанчасти общее количество 100 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. 30 дополнительных коек были открыты на базе профпатологического отделения и они созданы для долечивания пациентов, которые проходят лечение в здании роддома. Заболеваемость школьников не превышает 8%. На дистанционную форму обучения выведены три класса. Два в средней школе номер один, один класс в средней школе номер четыре. В этих же учреждениях складывается тревожная ситуация по руководящим сотрудникам. 60% заболевших в четвертой школе, 50% в школе номер один. По дошкольным и образовательным учреждениям критическая достаточная ситуация у нас в детском саду теремок. 100% руководителей, два человека заболели. И значит по всем остальным категориям педагогических работников, младших воспитателей, обслуживающих персонала процент заболеваемости составляет более 33%. 33% младших воспитателей в детском саду в Димовочко. Важной мерой против коронавируса остается уборка города, в том числе жилых подъездов. Несмотря на эти регулярные мероприятия, их качество устраивает не всех. Сообщения об этом поступили главе Десногорска от неравнодушных горожан. Андрей Шубин поручил управляющей организацией МУП ККП внимательнее относиться к своим прямым обязанностям. Вопрос санитарной обработки подъезда в жилых домах, мусорокамер, взять на личный контроль во всех ЖЭО. Чтобы не получилось так, чтобы руководитель управляющей организации или, допустим, начальник ЖЭО был привлечен к административной ответственности. Там штрафы довольно-таки большие. В целом, Десногорск в полной мере продолжает мероприятия против ковида. Руководство города, как и прежде, призывает горожан не пренебрегать мерами личной гигиены и безопасности.